Субтитры подогнал «Симон» Сроки регистрации субъектов малого предпринимательства будут сокращены до 6 часов. Кроме того, при процедуре открытия банковского счета вопрос проверки подлинности документов возлагается на уполномоченных сотрудников банка. А еще министр отметил, что будут сокращены сроки госрегистрации объектов недвижимости с 5 до 2 рабочих дней. Вместе с тем будут проработаны вопросы закрепления прав сторон залогового договора устанавливать общее описание залогового имущества в залоговом договоре. Закрепление возможности перехода залогового права залогодержателя с существующего предмета залога на будущее поступление производной продукты от данного залога. По индикатору открытия предприятий предполагается, что сейчас у нас срок регистрации субъектов малого предпринимательства один рабочий день. Но поскольку в рейтинге вообще-то учет ведется в часах, то соответственно до 6 часов будет сокращена эта процедура. И это вполне контролируемо, поскольку регистрация осуществляется через веб-портал электронного правительства. Вход-выход документов это то, что в системе отражается. Развитие малого и среднего бизнеса, жилищного строительства и других секторов экономики, подчеркнул глава государства. Астана и Алматы вошли в пятерку лучших городов для бизнеса. В этом году Форебс впервые представляет рейтинг бывших советских городов, привлекательных для россиян с точки зрения ведения бизнеса. Мы учитывали не только платежеспособность населения и налоговую нагрузку, но и визовый режим, статус русского языка, условия регистрации компаний нерезидентом. Москва названа эталонным городом и в рейтинге не учитывалось. На первом месте рейтинга находился Минск, второе и третье место за Таллином и Вильнюсом. Богатый Казахстан пытается проводить современную экономическую политику, несмотря на множество институциональных проблем, пишет Форбс. Сроки экспертизы проектов производственного назначения будут сокращены до 7 дней. В рамках плана мер по вхождению к 2016 году в число первых 30 стран по рейтингу Всемирного банка. По его словам, сроки выдачи техусловий на подключение к источникам электротеплоснабжения будут сокращены с 10 и 14 дней, соответственно, до 5 рабочих дней. Подключение к системам водоснабжения и водоотведения с 3 до 2 рабочих дней. Проведение первичного обследования и изготовления техпаспортов с 20 до 5 рабочих дней. Существенный прогресс, мы думаем, будет получен у нас по рейтингу получения разрешения на строительство. Сегодня 145 место и в принципе есть возможность попасть в 30, потому что на самом деле это получение разрешения на строительство, это все сложности связаны с неурегулированностью, с множеством организаций, которые участвуют в выдаче разрешений и отсутствием должных коммуникаций между этими организациями. Создать группу по контролю за средствами нацкомпании предлагает Финпол. Мы предлагаем создать межведомственную рабочую группу по вопросам финансового контроля за деятельностью субъектов квази-государственного сектора, отметил заместитель председателя агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Марат Ахмеджанов. По его словам, в 2013 году выявлено 184 преступления, связанных с деятельностью национальных компаний. Ущерб составил 9,5 миллиардов тенге. Несмотря на то, что сегодня процедура госзакупок более-менее прозрачна, имеется завышение стоимости закупаемых товаров, работ, услуг, отклонения заявок неугодных поставщиков по надуманным основаниям. Кроме того, по его словам, некоторые победители конкурсов не исполняют своих налоговых обязательств. Посредством мониторинга планов закупов госорганов на предмет обоснованности и на предмет их ценового предложения предотвращено нерациональное использование более 5 миллиардов тенге. То есть это мы уже на ранней стадии предупредили, хотя могло быть хищение или их неэффективное, нецелевое использование. Поэтому эти деньги были возвращены. Российский фондовый рынок демонстрирует лучшую среди основных мировых рынков динамику уже второй месяц подряд. Индекс РТС, номинированный в долларах с начала июня, вырос уже на 9,7%, в мае рост составил 12%. Во втором квартале рост составляет 16%, а это лучший результат среди 93 основных мировых индексов, правда, после Перу и Аргентины. Агентство Bloomberg сообщает, что их индекс, составленный из наиболее ликвидных российских акций, в июне вырос на 7,8%. Заявление Путина укрепили национальную валюту. Накануне он попросил Совет Федерации отменить постановление об использовании российской армии на территории Украины. За 1 доллар давали 33 рубля 68 копеек, что на 44,3 копейки ниже уровня предыдущего закрытия. Евро, в свою очередь, остановился на отметке в 45 рублей 79 копеек. Стоимость бивалютной корзины снизилась на 52 копейки, до 39 рублей 13 копеек. Валютный рынок позитивно отреагировал на новость о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин попросил Совет Федерации отменить постановление от 1 марта о разрешении на использование российской армии на территории Украины. Да, я не буду скрывать, я уже об этом говорил. Мы использовали наши вооруженные формирования для того, чтобы обеспечить свободу воле и изъявления крымчан. Мы использовали для блокирования некоторых вооруженных формирований украинской армии, с тем, чтобы она не вмешалась в процесс воле и изъявления. И чтобы не было жертв. Но с точки зрения боевого применения, использование российских вооруженных сил в Крыму не состоялось. И слава Богу. Россия получила от Украины платеж на 73 миллиона долларов. 19 июня Министерство финансов Украины сообщило, что выплатило купонный доход по облигациям внешнего государственного займа 2013 года. Доход был выплачен по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в декабре 2013 года, на общую сумму в 3 миллиарда долларов с погашением в 2015 году по ставке в 5% годовых. Сейчас общий внешний и внутренний долг государства с учетом гарантии составляет около 750 миллиардов гривен. А это чуть менее 70 миллиардов долларов. Белоруссия может ограничить импорт техники из России. Товарооборот между Россией и Белоруссией падает. В первом квартале он сократился на 7,3%. А в целом объем взаимной торговли в странах Таможенного Союза упал сразу на 13% после первого падения на 5,5% по итогам прошлого года. В Беларуси обсуждаются в частности две потенциальные меры. Закрепление исключительного права на импорт за государством и введение института лицензирования импорта. Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электроботовой и компьютерной техники просит президента Беларуси Александра Лукашенко воздержаться от таких шагов. Перевод импорта отдельных товаров Беларуси в руки государства планировалось закрепить соответствующим указом президента. По нему импорт радио, теле, видео и бытовой техники, а также электроники планировалось полностью поручить трем местным производителям. Россия поставит газ в Индию. Новый экспортный газопровод силы Сибири в направлении Китая, первую нитку которого Газпром собирается построить к 2017 году, может быть продлен через Афганистан и Пакистан до Индии. Стоимость трубопровода до Поднебесной оценивается примерно в 55 миллиардов долларов. Дотянуть ветку до родины слонов будет стоить вдвое, а то и втрое дороже. По мнению независимых экспертов, теоретически газопроводную ветку до Индии вполне возможно довести, однако она пройдет через территории Афганистана и Пакистана. Поставки голубого топлива через эти страны будут еще более нестабильными, чем даже через Украину. Лукоил купит у англичан долю в шельфовом проекте Камеруна. Проект разработки участка реализуется на основе соглашения о разделе продукции. Участок расположен в Гвинейском заливе в непосредственной близости от границы экваториальной Гвинеи, включая три лицензионных блока общей площадью 2,3 тысячи квадратных километров. Большая часть 13-16 пробуренных на этом участке разведочных скважин дали положительные результаты. В настоящее время проводится осынка обнаруженных запасов. В 2015 году планируется пробурить еще две скважины. Лукоил – одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Она обеспечивает 2% мировой добычи нефти. Германия и Франция сдерживают экономический рост в Европе, в то время как в других странах региона уровень роста был сильнейшим до начала рецессии. В экономике Франции наблюдается спад, в то время как темпы роста Германии были самыми слабыми за 8 месяцев. Сокращение сводного PMI в зоне евро указывает на дальнейшее уменьшение деловой активности во Франции. В ФРГ рост деловой активности замедлился в этом месяце. Сводный PMI понизился до 54,2 пункта с 55,6. Между тем немецкие машиностроители потеряли 60% заказа из России. Кроме того, отраслевой спрос показал, что 45% предпринимателей обнаружили осложнение в бизнесе с Россией. Среди основных проблем были названы отмена заказов, таможенные задержки и отсрочки выплат. Кроме того, неуверенность немецких машиностроителей вызвана ожиданием возможных экономических санкций в отношении России. В мае машиностроители из Германии сообщали, что конфликт на Украине и санкции против России могут повергнуть в кризис всю отрасль. Кроме того, производители посетовали, что из-за общей неопределенности в ситуации в ходе украинского конфликта, отдельные проекты будут замораживать и другие государства, в частности Турция. Крупнейший производитель спортивной экипировки Adidas заявил о том, что в этом году его оборот впервые в истории компании превысит 2 миллиарда евро. Компания – спонсор чемпионата мира по футболу в Бразилии. На мировом рынке спортивной обуви занимает второе место после американского конкурента Nike. В этом году Nike собрал на чемпионате мира больше сборных, чем Adidas. Но немцы берут деньгами. Эффект мудиаля, заявляет компания, выражается в повышенном спросе на футбольные майки, кроссовки и мячи с символикой чемпионата. Их компания уже продала 14 миллионов. Adidas оснащает мячами чемпионаты мира по футболу с 1970 года. Британия вложит миллиард фунтов в ветряную энергетику. В последние несколько месяцев этот сегмент энергетики Великобритания переживает не лучшие времена, так как в марте одна из компаний отказалась от строительства двух офшорных ветропарков и сократила третий в рамках оптимизации расходов. Власти считают ветряные станции важным вкладом в снижение вредных выбросов в электроэнергетике. В целом за минувший финансовый год Green Investment Bank инвестировал деньги в 18 проектов по развитию зеленой энергетики, включая завод по переработке бытовых отходов. С учетом привлеченного частного капитала вложения в зеленую экономику Британии достигли 3 миллиардов 100 миллионов евро. Правда, о возврате инвестиций говорить не приходится. Убытки банка в прошлом году составили 7 миллиардов евро. Индексы на американском рынке акций упали второй день подряд на фоне экскалации напряженности на Ближнем Востоке. Позитивные данные о продажах домов и индекса потребительского доверия США не сильно повлияли на итоги торгов. Индекс потребительского доверия США в июне этого года повысился до 85,2 пункта, максимального значения с января 2008 года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали подъем индекса до 83,5 пункта. В Ираке идет противостояние между правительством и группировкой исламской государства Ирака и Леванта. США опасаются, что в противостояние будут вовлечены и соседние страны. Субтитры создавал DimaTorzok